привет это канал взлет меня зовут ольга в этом видео мы с вами обсудим новинки в коллекции the one стокгольм это пудра the one и люскин и компактные румяна посмотрим оттенки сводчи как они ведут себя в нанесении и все это вы увидите в этом видео поехали компактная пудра the one и люскин приходит в трех оттенках сейчас мы все три оттенка с вами посмотрим для начала давайте рассмотрим коробочку вот такого красивого цвета такой розовой фуксии картонная коробочка серебристые буквы также мы видим выбитые вот такой тисненый логотип oriflame стокгольм не знаю видно ли вам надеюсь что камера передает такой немного рельефный на пудре мы находим информацию если коротко то в ней 10 грамм производства италия и срок годности и и 12 месяцев с момента открытия давайте посмотрим саму пудру вот такой новый дизайн видите тот же самый логотип the one стокгольм мне очень нравится вот этот дизайн черный с серебристым стальным украшением принтом буквами очень здорово это выглядит стильно наверно в целом я люблю именно такой стиль черно-белый и в одежде в образах и в декоративной косметике тоже вот мы находим всю ту же самую информацию и также мы видим код продукта сама баночка выполнена очень добротно в стиле люксовых продуктов декоративной косметики давайте посмотрим ее на качество исполнения а вот внутри мы видим спонж на спонже тоже и тоже тисненный логотип как они заморочились с логотипом они везде сделали его не просто рисунок или наклейка а именно тиснение камера наверно не передает но вы можете быть уверены что когда вам придет эта пудра все логотипы у вас будут тисненные а сам спонж мелко пористый не знаю пользуетесь ли вы спонжами я обычно пудру наношу кистью любую совершенно пудру мне так удобнее но спонж очень очень мелко пористые и поэтому я думаю что нанесение будет ровная и удобная также здесь есть защита чтобы спонж у вас был красивый это же тисненный логотип из иван стокгольма посмотрите сколько много логотипов на одну пудру уже 4 логотипа внутри зеркало она небольшое но тем не менее она есть и сама пудра довольно добротно сделана сама упаковка нет люфта у нее аромата у этого продукта нет и еще единственное что я могу сказать что у новая коллекция зван или скин компактный пудр нет спф защита от солнца не знаю насколько она была серьезная там но тем не менее она была а здесь спф не заявлен давайте посмотрим все вместе три пудры рядом чтобы вы могли составить свое впечатление о них мне кажется что не сильно отличаются цвета даже если вы немножко не попадете не будет уж так сильно какая-то пудра очень-очень светлая или очень-очень темная потому что вы видите что по сути оттенки достаточно нейтральны но конечно же безусловно вот 15 пудра она более светлая да ну у нее и тон такой он фарфоровый для самых светлокожих 16 пудра называется она светлая light плюс но она знаете мне кажется на такую девушку даже не среднего тона кожи а все-таки такого светло среднего да но она и называется светлая и 17 пудра она называется medium и у нее есть такой сероватый корректирующий подтон мне кажется что она подойдет девушкам с более темным оттенком кожи но знаете с таким средне темным не совсем вот темно кожи я не знаю как что это пудра темнокожим девушкам либо девушкам у которых есть загар на лице она будет светловато но нам говорят о том что технология soft focus создает эффект мягкого фокуса в пудре есть подсвечивающие микрочастицы которые придадут сияние без жирного блеска и в целом пудра для того чтобы проконтролировать жирный блеск улучшить цвет лица и ее текстура тонкая шелковистая то есть ее по сути предназначение этой пудры это выровнять поверхность кожи перекрытие у нее от прозрачная до среднего то есть если вы немного нанесете то перекрытие будет прозрачная и она не для того чтобы скорректировать какие-то недостатки неровности на коже просто для того чтобы ваша кожа выглядела более бархатная и более персиковая но это мы сейчас проверим на лице а давайте сейчас посмотрим сводчик постараюсь вам показать и проверим корректирующую способность этой пудры для этого я нанесу на руку карандаш карандаш у меня джордани темно-коричневый я провела полоску такую небольшую просто чтобы мы могли визуально сравнить эти пудры насколько они будут перекрывать буду наносить я пудру пальцем потому что так более плотная пигментация и мы сможем с вами оттенок пудры передать первая пудра в оттенке 15 это у нас light оттенок светлый ну давайте посмотрим вот я набираю на пальцах довольно плотно набирается еще на лице протестирую как это будет на лице и вот вы видите как перекрывает и перекрывает очень даже неплохо посмотрите как хорошо это карандаш да мы не забываем что это не пигментное пятно не неровность какая-то на лице перекрываем мы коричневый темный карандаш и я бы поставила даже 5 баллов перекрытию этой пудры да вы же видите это что пудра хорошо перекрывает и заодно вы видите swatch и на фоне руки и на фоне карандаша следующая пудра светлая 42 216 давайте ее рядом нанесем у нее более какой-то розовый подтон но я честно говоря большой разницы не вижу наверное потому что эта пудра больше подходит к оттенку моей кожи перекрыла также неплохо вы видите рядом вот это 16 пудра но светлая даже перекрыла посильнее может быть за счет того что она именно фарфоровая и в ней больше вот этого белого пигмента это пудра более прозрачная да давайте посмотрим как будет средний перекрывать 17 пудра никогда пудра не тестировала поэтому вот как могу так вам и показываю вот такая 17 пудра наверное все таки вот это мой оттенок ближе всего мне будет логотип даже не хочется тереть он такой приятным прям чувствуется текстурной под рукой но давайте наносить 17 пудру девочки вообще большой разницы между пудрами не вижу не знаю вообще полезно ли вам вот это то что я показываю но стараюсь честно как могу вот это 17 ее наверное у меня на руке вообще не будет видно потому что вот этот оттенок он абсолютно мой и он сливается у меня с тоном кожи вот такие три оттенка это более светлая здесь белил больше она лучше перекрывает это с розовым потоном а это вот для девушек кто мне пишет в комментариях оля у меня такой же цветотип как у тебя вот это значит ваша 17 пудра ну и давайте теперь нанесем пудру за уан стокгольм на лицо я выбрала оттенок 17 среднем из-за линейки он самый темный как бы позиционируется но мне показалось что в случае он больше всего и лучше всего мне подошел и я хочу сравнить эту пудру с пудрой jordani в оттенке 31 809 для сравнения в новой пудре 10 грамм jordani 9 грамм здесь есть spf и еще какие-то дополнительные антивозрастные ингредиенты но по сути мне интересно даже не ингредиентный состав а как эти две пудры будут лежать на моем лице вот сейчас у меня на лице нет пудры есть такой небольшой блеск тональная основа у меня стандартно флюид всегда во всех видео и сейчас я хочу посмотреть как будут эти обе пудры себя вести итак мы берем сначала за ван стокгольм и я наношу соответственно на от меня правую половину лица для этого я беру кисть и наношу пудру на кисть самое интересное немножко посыпалась но может быть я много взяла и так знаете я вижу что она сделала лицо мое немного светлее чуть чуть светлее смотрите что она натворила кистью она посыпалась со всех сторон но может быть у меня немного кисть жестковато ну вот такой момент получился я вижу что блеск точно прибит у меня этой пудрой и сияние его нет то есть возможно небольшое такое сияние из-за вот этих микро отражающих частичек она есть но жирного блеска нет вообще блеск от тональной основы нет вообще то есть пудра она сработала как пудра собой носить можно и жирный блеск она перебивать будет и покрытие у этой пудры прозрачная я не думаю что у нее есть какие-то корректирующие свойства то есть это абсолютно прозрачное покрытие если я вот сейчас вижу какие-то неровности на лице то пудра их не перекрыла это пудра только для того чтобы ваше лицо было бархатная как персик и выглядела знаете таким здоровым сияющим более юным но корректирующих свойства пудры я не вижу текстура действительно тонкая и шелковистая давайте посмотрим теперь пудру джордани сейчас я очищу кисть и наберу пудру джордани эта пудра пришла мне в каком-то наборе в подарочном но кто смотрит видео о моих заказах вы знаете что недавно был какой-то комплект по акции активности я вот открыла думаю почему мне не попробуйте я влюбилась реально в эту пудру она просто замечательная я думаю что она стоит своих денег но это пудра в разной ценовой категории поэтому мне вот сейчас очень интересно их сравнить на вторую половину лица я наношу пудру джордани и знаете я здесь вижу какую-то мягкость кожи именно вот по впечатлениям от пудры джордани специального делаю такой двойной тест чтобы вы могли сравнить и увидеть чем действительно отличается пудра за ван или скин от пудры джордани вот я вижу что здесь перекрылись неровности вот я прям буквально коснулась кистью и кожа вот она стала просто как персик с этой стороны да у меня безусловно есть свои неровности кожи но это у меня такая особенность кожи то назовем это так но я вижу когда у меня как играют косметические средства и если здесь у меня цвет лица абсолютно стал ровный с помощью этой пудры то здесь просто тонко шелковистое покрытие так что имейте это в виду ну что давайте посмотрим теперь румяна компактный румяна за ван приходят в четырех оттенках мы все сейчас с вами посмотрим и сравним с каталог давайте сначала посмотрим упаковку она такая ярко-розовая можно уже называть его фуксии если сравнить упаковкой пудры то там цвет более приглушена здесь прям ярко-ярко как по-моему упаковка у помады стойкой тоже новые из коллекции за ван стаколь мы видим также выбитый логотип серебристой буквы очень красивый дизайн и на упаковке находим общую информацию код продукта наименование торца мы можем видеть в английское название и также мы видим что срок годности продукта с момента вскрытия 24 месяца в нем 6 грамм и производства италии давайте посмотрим сами румяна я еще не распечатывала открываю сейчас при вас выглядят они также как и пудра черная упаковка выбитый логотип на крышечке очень стильно это смотрится и с обратной стороны мы видим всю информацию по румянам которая дублирует информацию на картонной упаковке это для того что если вы выбросили естественно картонную упаковку информацию о все-таки осталось давайте посмотрим внутри сделано также по типу пудры упаковка только здесь нет спонжа потому что румяна все-таки мы наносим уже точно все кистью точно такое же зеркало в крышечке мы видим не во всю крышечку но тем не менее зеркало есть и можно будет пользоваться и вы видели я убрала вот такую вот защиту чтобы зеркало не пачкалась и на самих румянах выбит тоже логотип the one стопгольм и я держу сейчас в руках самый первый оттенок 40 767 это оттенок пионовый давайте посмотрим сейчас все свочи сравнимых с каталогом эти румяна есть в каталоге вот в пятнадцатом развернуты в полный рост и мы видим что цветопередача в этот раз в каталоге очень хорошая то есть вы можете подбирать оттенок даже по каталогу оттенок румян прямо идентичный румяна и если мы посмотрим сводч вот этот небольшой то тоже вы видите насколько идентичны румяна каталогу давайте посмотрим на руке наносить буду пальцем чтобы была более яркая пигментация кистью потом попробую на лице и так первый оттенок где пигментация где яркая пигментация давайте еще побольше наберу розовый цвет но пигментация не сильная вот так выглядит соч на пальце поярче ну принципе такой же как в коробочке но когда я переношу на руку то пигментация не сильно вот уже в три нанесения она стала чуть поярче но могу отметить что румяна не перламутровые они шелковистые действительно как и заявляет oriflame и плотность покрытия тоже как и говорит нам oriflame от прозрачной до средней то есть когда я только начинала носить вы видели сводч был очень прозрачный а сейчас уже вот третье нанесение уже достаточно яркий давайте другие посмотрим следующий оттенок у нас это 40 768 розовый закрывается кстати коробочка очень плотно вот так выглядит розовый оттенок давайте покажу сравнение с каталогом вот розовый мне кажется в каталоге выглядит потемнее немного чем в баночке в баночке он прям посветлее но давайте посмотрим на руке на руке мне кажется будет еще более светлым также я набираю на палец и наносим розовые румяна розовые румяна мы наносим не бежевые а именно розовые но неплохо выглядят я хочу вам сказать очень кстати нежная текстура у румян очень очень мелкий помол мне нравится оттенки может быть не совсем мои конечно вот эти первые два но именно по ощущениям шелковистость вот это мне нравится интересно еще как они будут тушеваться на щеке сейчас мы с вами проверим но вот оттенки приятные следующий оттенок 40 769 это коралловый и вот это действительно коралловый шведы очень любят коралловый оттенок в лаках помадах и в румянах тоже вот таким образом выглядит коралловое сравнение с каталогом и мне кажется что он гораздо более яркий чем swatch каталог давайте посмотрим как будет выглядеть коралловая румяна такой оригинальный оттенок вы знаете что я часто коралловый называю морковкой вы мне потом пишите что он не идет коралловый такой вот коралловый тоже вот прямо надо три раза наносить чтобы он начал играть но если вы хотите пигментированный румяна то обратите внимание на джордане в шариках там прям вот недавно мы тестировали бронзер и хайлайтер вернее но он хайлайтер но наносится как бронзер вот там прям пигментация жестко а здесь вот такая вот нежная мне кажется что румяна очень достойные и оттенки надо сказать чистые то есть чисто пионовый розовый коралловый и давайте 3 посмотрим персиковый мне кажется что тот мне понравится больше всех и еще один оттенок румян персиковый почему-то его я больше всех хотела посмотреть вы кстати какой хотели посмотреть больше всех в каталоге он более толповой персиковый то а в реале он более персиковый как они обещали знаете такое оранжево-золотистый именно персик красивый румяна но не такие как в каталоге в общем цветопередачи постарались именно с пионовым персик посыпался смотрите интересно персик посыпался давайте наносить немножко не в ту сторону наношу ну простите очень волнуюсь хочу показать вам максимально подробно вот так вот выглядит персиковый и вот так выглядят 4 оттенка относительно друг друга интересно что персиковый оттенок выглядит самым пигментированным вы видели что прям с первого нанесения цвет получился яркий но он золотистый и более перламутровый чем три предыдущих вот такие румяна давайте посмотрим теперь как они будут тушеваться на лице какой же оттенок мне выбрать наверное все таки я выберу персиковый все таки этот оттенок мне ближе всех из всех четырех ну давайте попробуем нанести румяна на лицо я выбрала вот такой оттенок 40 770 это персиковый мне кажется что он самый адекватный из всей линейки для меня но вообще я предпочитаю у меня на джордане в шариках вот они на моем лице именно на моем оттенке кожи ложатся идеальнее всего причем любой совершенно оттенок вот такие чистые цвета румян вот как-то я редко использую вот вы часто используете начать пожалуйста за что вы любите вот именно такие румяна обязательно поделитесь со мной в комментариях я нахожу немного неудобным что вот эта крышечка она не прозрачная но в принципе тут я зеркало она же не может быть прозрачная но если будет например несколько таких румян в коллекции то каждый раз нужно будет смотреть кот либо открывать коробочку чтобы понять какой именно оттенок то есть вот это может быть на крышке как на это было бы уже не так стильно общем не знаю это не моя проблема как делать дизайн но вот как-то цвет бы я бы хотела бы чтобы был все таки обозначена чтобы не надо было открывать продукт вот эти румяна не самые пигментированные по сводчим оказались давайте нанесем теперь их на лицо оттенок немного золотистые немножко они пылят вот видите да я кистью набираю и вот немного они вот тут вот вокруг остаются и так вот я набрала на кисть и вы видите какой яркий пигмент на кисти фух что же будет час у меня на щеке давайте посмотрим прикладываю смотрите как наносим румяна да вы знаете что надо улыбнуться вот этот яблочко которая самая выступающий сюда румяна наносим но есть такой момент особенно при возрастном макияже что вы улыбаетесь на хоть яблочко перестать улыбаться яблочко сползать тогда румяна выглядят такими уезжающими вниз что вообще нельзя лицо и так плывет вниз еще мы доплываем его румянами или контурингом это нельзя делать поэтому мы яблочко обнаружили да и вот все-таки мы находим эту выступающую часть вот ну стараемся и определить без каких-то особенных улыбок тогда не уплывет у нас ничего вниз видите да что это так можно я на две щеки распределю в общем то я буду сегодня румяная я не знаю как это тушевать ну придется что делать иначе я с этим останусь очень пигментированные и очень розовая дайте я код перепроверю 40 770 персиковый но в английское название печи pink то есть это персиковый розовый так что не сильно доверяйте даже русским названием потому что но я не знаю что это что это как это тушевать это можно перебивать корректирующей пудрой вот такие вот вещи если вы вдруг переборщили румяшек поэтому как учат алена терещенко обязательно посмотрите макияж на нашем канале с ней я проводила эфиры и она там рассказал много фишек ставите чуть-чуть в то место где должно быть больше всего румян и уводите вот это вот запятую доводите к вискам и тогда легче будет растушевать но видимо даже чуть-чуть от того сколько я набрала это очень много поэтому румяна мы наслаиваем не повторять мою ошибку я видному тут распереживалась немного перед камерой чтобы хорошо все сделать и нанесла немного больше зато буду такая румяная румяная ну что тушу и посмотрим зато заодно как тушуются можно ли это все растушевать извините что я смотрю немного в бок хамбур из-за мне там лучше видно я знаю что вы здесь а я хочу сказать растушевались румянута и перламутр ушел и даже щечки стали такие очень мило розовенькие да как вы считаете мне нравится ну да немного пришлось тут побить кистью но факт цель то добились щеки то красивый румянец очень даже симпатичный вот так вот это выглядит как вам все-таки микро частицы натурального шелка которые дают эффект мягкой гладкой кожи они свое дело туго знают симпатичная румяна я хочу вам сказать если вы хотите вот такие розовые щечки яркие и такой вот свежий именно девичий румянец то присмотритесь к этой линейке если вам был интересен и полезен мой обзор то ставьте под ним обязательно лайк так я вижу что мой обзоры вам интересны пишите в комментариях что вы думаете о новых продуктах ну и конечно же подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик чтобы получить оповещение посмотреть видео новинках арифлейм самыми первыми пока пока